Вечерний эфир 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 Здорово, слушайте. А кто этим занимается? Это определенная категория людей? Какой там может быть возраст? Или, не знаю, кто может себе позволить такую летательную аппаратуру? Нет, на самом деле этим могут заниматься абсолютно все. Тем более сейчас с развитием технологий, техники существуют уже гоночные модели и для совсем небольших ребятишек. Если мы говорим непосредственно про спорт, то обычно ребята начинают заниматься лет с 10, и средний мировой возраст топ-пилотов это 16-17 лет. Потому что, как и в любом другом виде спорта, здесь очень важна скорость реакции, поэтому средний возраст именно пилота высокого уровня это молодые люди. То есть они начинают с молодого возраста, а дальше уже начинают развиваться. Разбег возраста, он может быть очень большой. Допустим, будем говорить про официальные соревнования, которые проводились. Очень хороший пример. Есть девочка-пилот, потому что и девочки тоже принимают участие. К сожалению, это не российская девочка, это девочка с другой стороны. В 2018 году она среди женщин стала чемпионкой мира, будучи в возрасте 11 лет. В следующем году она это повторила, будучи в возрасте 12 лет. Есть пример хорошо летающей девушки в России, Наталья Астахова из Санкт-Петербурга. Но это уже взрослая девушка, ей немножко больше, чем 12 лет. Слушайте, но по России и по Красноярску, вот вообще, насколько это развито направление? Вот в нашем городе, я так понимаю, только зарождается. Нет, тут, наверное, тогда нужна небольшая историческая справка. Вообще, спортивное направление дронов в целом, как соревновательный элемент, в Красноярске появился достаточно давно. Потому что мы были одними из первых по России, кто вообще, в принципе, начал вводить соревновательный элемент с данной техникой. Первые годы это был 2012-2013 год, когда мы с ребятами из Коптера 24 в рамках чемпионата Красноярского края по авиамодельному спорту стали проводить различные соревновательные элементы. Это было такое, знаете, больше шоу, потому что тогда не было технических регламентов. Летали на той технике, которая у кого-то была. Люди, которые сюда приходили, они больше были не из кружков, а из хобби. Это просто были люди, которые захотели этим позаниматься. И упражнения были на... Кстати, нам показывают картинки, время от времени появляется. Это вот как раз проходит соревнование. Ну, я думаю, про это мы тоже, да, наверное, немножко позже сейчас от исторической справки к этой истории подойдем. Упражнения были, например, шуточное упражнение «Чайная церемония». То есть нужно было грузик, который был на ниточке подвешен к квадрокоптеру, опустить в баночку или в стакан. Попасть, попасть. Заварить чай. Либо был поиск, например, пропавшего человека. Бралась кукла, где-то пряталась в поле, ее нужно было найти на время. Либо поиск каких-то кубов, то есть определенных таргетов по нумерации правильной. С течением времени, а если будем говорить про Россию, то это как раз 15-й год, когда появилась гоночная тематика, появилось направление гоночных дронов. Впервые мы как раз в 15-м году в рамках первого фестиваля «Аэропикник» показали два гоночных квадрокоптера. Ну и с этих пор, как говорится, завертелось. В 16-м году мы с помощью фонда «Бортника» провели первый всероссийский мастер-класс. Это как раз касалось регионов до Урала. То есть у нас с семи регионов приезжали ребята с центров молодежного и инновационного творчества. И мы проводили всероссийский мастер-класс по сборке, по обучению пилотирования. И потом они приезжали к нам опять же в рамках фестиваля уже на соревнования. И вот с этого момента как раз в Красноярске зародилась и спортивная школа, то есть школа подготовки именно спортсменов, в том числе, хотя это еще не был официальный вид спорта. Но вот тот азарт, который был у людей, когда даже просто, то есть есть термин «тренировка», а есть такой термин «полетушки». То есть некое такое хобби собрание, где уже стало интересно не просто полетать, а где-то уже как-то посоревноваться. То есть мы стали делать какие-то препятствия, ворота. И с того момента, еще раз повторюсь, было посеяно вот именно зерно спорта. И вот уже подходя к фотографиям, которые мы с вами видели на экране. Да, ну нам сейчас оператор попробует что-то еще добавить, повторить. Да, вот это как раз уже то, к чему мы пришли сейчас. Это фотографии нескольких, если быть точными, трех лет различных соревнований, где наши красноярские ребята принимали участие, потому что у нас уже и топ-пилоты в Красноярске тоже появились, топ-пилоты российского и мирового уровня. Александр Ганин, который в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата России, получил право представлять нашу страну в составе сборной и был лучшим российским пилотом среди всех сборников на чемпионате мира. В 2019 году, благодаря достижениям наших ребят, благодаря тому опыту, который за эти годы мы получили по организации спортивных мероприятий, мы получили право провести чемпионат России. И в 2019 году в Красноярске прошел второй официальный чемпионат России. Очень приятно, что победа осталась на красноярской земле. Иван Шульгин стал чемпионом России и точно так же получил право представлять нашу страну на чемпионате мира. В этом году сборная команда наша выезжала шесть раз на соревнования. Это этапы Всероссийской лиги РДР, это международный фестиваль Ростех, это чемпионат России. И практически на всех соревнованиях наши ребята привозили отсюда. А где еще проходят чемпионаты России? В Красноярске? В Москве наверняка? На данный момент, учитывая, что это очень молодой вид спорта, первый чемпионат прошел в Подмосковном городе, в Химках. Второй чемпионат, обманул, в Нахабино. Вот от чего зависит географическое? На самом деле, Москва, Питер, большее количество людей, основная часть и Федерация модельного спорта, Россия, она тоже базируется там. Поэтому движение там, оно более быстро начинало набирать обороты, больше появлялось людей, больше появлялось мероприятий. И, соответственно, все основные мероприятия проводились там. Очень хорошо, что, я думаю, что Красноярск этим может гордиться, что все-таки нам получилась часть этих крупных мероприятий оттянуть. Да, оттянуть на себя. Мы давайте вернемся к нашей беседе буквально через минутку. Сейчас уйдем на рекламу и продолжим интереснейший разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем нашу интересную беседу. Руководитель Красноярского молодежного авиаотряда, тренер сборной по дрон-рессингу Евгений Юденко у нас в гостях. Ну, давайте так, продолжим нашу беседу. Это все-таки, если мы говорим, что вы тренер, это значит, что вид спорта, которым нужно постоянно заниматься, чтобы достичь каких-то успехов. Как это происходит, вот ваши тренировки, что вы делаете? Каждый раз приходят участники, подключают дроны. Вы говорите, как нужно это делать. На самом деле процесс подготовки начинается задолго до того, как мы подключаем дроны, потому что этапы подготовки непосредственно спортсменов делятся на определенные части. Первое, с чего все начинается, это возможность вообще попробовать понять, что это такое. Для этого сейчас существует специализированное программное обеспечение. Симуляторы, которые стопроцентно имитируют физику полета летательного аппарата. К нему, то есть к компьютеру подключаются реальные передачи, к которым управляются реальные дроны, и мы управляем дроном в цифровом пространстве. То есть некий цифровый класс, где компьютеры и ваши спортсмены сидят. Да, потому что любая техника, которая летает, неважно, дроны, самолеты, вертолеты, она сложнее в управлении, чем лодка или автомобиль. У нас больше степеней свободы, у нас пространство, соответственно, этому нужно немножко потренироваться. Если мы говорим о каких-то высоких результатах, то это немножко перерастает в много. Сейчас в этих же самых симуляторах появилось большое количество эвентов и соревнований, которые точно так же стимулируют молодых начинающих пилотов для того, чтобы войти, участвовать, тренироваться. Ну а те, кто уже умеет... Слушайте, еще такой важный вопрос. Вот для того, чтобы войти в этот спорт, я должен все-таки приобрести вот этот самый дрон, а эта штука, как мне кажется, не очень дешевая. Или, может быть, еще как-то вот их прокачивают эти дроны, не знаю, ваши спортсмены... Несколько. Нет, есть несколько вариантов. На самом деле у нас в городе, вот мы за последний год попытались сделать основу некой системы. У нас есть несколько учреждений в городе, которые в разной степени занимаются квадрокоптерами. Например, очень хороший пример этого года, это у нас совместная деятельность с Кванториумом, где ребята вначале получают какой-то базовый опыт работы с дронами, базовый опыт полетов, базовый... То есть им предоставляют им. Да, это все в рамках учреждения. После этого, когда ребята вырастают, они приходят к нам, и мы уже даем спортивную подготовку, и более усложненную работу с техникой. Сейчас еще появляется в различных... Ну, например, там в гимназии «Универс». Сейчас у нас точно так же работает площадка. Поэтому для того, чтобы начать, нужно просто выйти с нами на связь, либо зайти нашу страничку в любой соцсети, задать вопрос. Мы подскажем, где это можно начать в зависимости от желания. Или просто прийти посмотреть, как это происходит. В вот этих учреждениях есть некие базовые комплекты. Естественно, мы не говорим о технике чемпионатных классов или мировых классов. Но это уже прокачанная техника. Но это уже техника, на которой можно не только тренироваться, но и участвовать в соревнованиях. И, соответственно, ребята приходят, они занимаются на симуляторах, они вживую начинают что-то собирать, учатся паять. Потому что занятие авиамодельным спортом и особенно дронрейсингом – это очень хороший и инженерный софт-скилл. Потому что здесь нужно порядка 10 предметов понимать. Либо получить дополнительные знания, что очень хорошо при выборе вектора своего дальнейшего карьерного роста. И эти знания вы даете в том числе? Да, да, да. Потому что здесь нужно что-то и физика, и аэромеханика, и какие-то прикладные вещи. Плюс та же умение паять, не паять, а разбираться в каких-то электрокомпонентах. Что такое закон ОМА как минимум. И когда приходят ребята, например, не знающие это, но с этим сталкиваются, в каких-то более простых и более интересных формах, чем стандартный урок в школе, они точно так же получают знания по этому моменту. Потому что данное направление на самом деле это очень хорошая ступенька и для своей будущей карьеры. Потому что очень многие ребята, которые проходят через это направление, в дальнейшем выбирают инженерные специальности. Становятся пилотами, например. Не только. Инженеры, конструкторы, авиатехники. Просто инженеры. Плюс к этому, здесь формируются очень хорошие психологические качества. Очень хорошо тренируется и организм в том числе. Потому что любой вид спорта это хорошая физическая подготовка. И казалось бы, мы сидим на стуле, держим передатчик, в видеочках управляем дроном. Нет. Тут-то было. Самое, наверное, что хорошо тренируется при занятиях дронрейсингом, это вестибулярный аппарат. Плюс к этому, ну потому что кто бы что ни говорил, вот очень многие ребята, которые приходят, ой, у меня закружилась голова. Да, по-первых, бывает, что такое кружится. Но вестибулярный аппарат очень хорошо тренируется. Это и физическая подготовка. Мы там иногда и подтягиваемся, и отжимаемся в том числе. Потому что здесь и дыхание нужно, и нужно очень много примеров работать. Евгений, я вас перебью, знаете, по какой причине. Я сейчас вот слушал, даже вот практически не задаю вопросов, потому что ты слушай, и это реально интересно. Я хочу вот сейчас зрителей наших пригласить к вам и назвать, куда можно прийти. Во-первых, во-вторых, вы мне подскажете, может быть, какое-то ближайшее время будет какое-то мероприятие, куда можно прийти, ознакомиться со всем вашим вот этим новым направлением, видом спорта. Чтобы записаться в молодежный авиаотряд, нужно всего лишь на все позвонить по телефону 226-4190, либо 275-68-00, молодежный центр технического проектирования по адресу Алеши Тимошенкова, 87А. Находите центр в социальных сетях, там тоже, я так понимаю, вы отвечаете на все вопросы, которые задают будущие ваши участники. Совершенно верно. И в ближайшее время, может быть, какое-то мероприятие, на которое можно пригласить. Можно позвонить по телефону, можно найти нас в любых соцсетях. Мы есть и в ВКонтакте, и в Инстаграме, везде можно задать вопросы. Если, например, интересует общая деятельность центра, потому что направлений, кроме дронрейсинга, есть достаточное количество, то нужно найти площадку молодежного центра, центра технического проектирования. Если интересно только направление дронрейсинга, это там же в ВКонтакте площадка ДРД Красноярск. И с таким же названием это все есть в остальных соцсетях. Обращайтесь, время, к сожалению, наше завершено. Я с большим удовольствием еще раз вам напоминаю, что у нас... Давайте пригласим буквально 3 секунды в эту субботу с 12 часов в открытом пространстве нашего молодежного центра техникум по адресу парашютная 8А будет очень большое мероприятие активация. В рамках этого, то есть программа мероприятия есть на страничке молодежного центра. Можно посмотреть, когда, какие будут лекции, мастер-классы, либо другие. В субботу с 12 до... И там будут обязательно симуляторы. Можно попробовать полетать на гоночном броне. Спасибо. Евгений Юденко у нас был сегодня в гостях, руководитель Красноярского молодежного авиаотряда.